Сегодня один из тех дней, которые отмечают с траурными флагами. 25 марта 1949 года в Латвии началась массовая высылка латвийских жителей в Сибирь. Документальных свидетельств тех событий осталось немного. До сих пор были известны всего три фотографии, на которых запечатлен момент депортации. И все они были сделаны одним человеком. Но, оказывается, сохранился еще один снимок. Его сегодня презентовали в музее оккупации. Для историк Оскара Грузенша это большая профессиональная удача. Работая над диссертацией на тему войны и разговаривая с очевидцами тех событий, он случайно узнал про эту фотографию. Моя собеседница сказала, что у неё есть снимок депортации. Но я в тот момент не поверил, что запечатлен именно тот момент. Ведь это огромная редкость. Человеку за такую съемку мог грозить трудовой лагерь. Это было запрещено фотографировать это событие. И, может быть, вы увидели, что там есть спина мужчины. Крохотный снимок с нечеткими фигурами сбоку человек. Он, видимо, прикрывал фотографа. На фото семья Кроев и Занца. Тогда в Омскую область выслали родителей и двух дочерей. Третья младшая с ребенком попала в Сибирь чуть позже. Первым делом работники музея оккупации проверили достоверность снимка, изучив свидетельства очевидцев, в том числе о погоде. В Курзаме уже не было снега. Уже была весна. Это рельсы. Здесь люди. И это видно, что это не Россия, а еще Латвия. Есть предположения и по поводу фотоаппарата, которым снимок был сделан. В то время в Советском Союзе был не любитель такой же камеры, фотокамеры, но комсомолец. 25 марта к памятнику свободы приходят те, чьи судьбы тоже поломала депортация. Зилла в этот день каждый год прилетает в Ригу из Америки. В 49-м я с родителями ребенком была в лагере в Германии. Бабушка осталась с Милтона в деревне. В 83 года ее забрали. Бабушка просила ее застрелить, но ей сказали, нет, нам нужно число. По дороге она, старый больной человек, умерла. В марте 49-го из 55 населенных пунктов Латвии было выслано 44 тысяч человек. Самая большая депортация из латвийской территории для нашего народа, для Латвии, это почти 2% населения. Они выслали в миг, 2-3 сутки. Сегодня исполняется ровно 70 лет со дня этих страшных событий. В нашей истории никогда не было черно-белого и однозначного. И депортации латвийского народа 25 марта 49-го года проводили не только привезенные для этого военные и чекисты. Своих собратьев репрессировали добровольно или по принуждению из страха или убеждения, предавали и соседи, родные и односельчане. Эта вина – часть наследия нашего народа. Годовщину депортации сегодня поминают и в других городах Латвии.